Доброе утро, дорогие зрители, слушатели! И мы продолжаем с вами школу энергосгубка, урок номер 5 основного курса. Основы, что следует знать? Следует знать то, что есть священное пространство сердца, то место, где у нас расходятся ребры с вами, образуется первичный импульс, импульс, ритм, благодаря которому, если мы всё, своё существо присоединяем к этому импульсу, то начинаем образовывать целостность, единый центр, поле, и таким образом формируем ту реальность, в которой нам удобно и хорошо жить. Сначала кажется, что все практики непонятные, сложные, и многие термины, не так просто понять, но постепенно, чем больше вы погружаетесь в практику, получаете эту практику, тем начинаете понимать, что всё легко и просто, и на самом деле нет ничего сложного. Уже вышли уроки, урок номер 1, урок номер 2, урок номер 3 и урок номер 4 основного курса, а также, если вам интересно, вы можете посмотреть вводный курс 10 уроков. И сегодня с вами мы будем говорить об уроке номер 5, а также о том, что знание, умение, навык автоматизированный для действия приводит к тому, что всё становится легко и просто. Вспомним также ману Вселенной. Пусть будет всё в достатке. Соответственно, вы видите перед собой передосы картины, где говорится «в достатке» у нас находятся все аспекты. В достатке много разнообразного цвета, гармонии, счастья, любви, дружбы, семьи, красоты и так далее. И в конце благодарю тебя за то, что ты есть. Я тебя также сильно люблю, как ты, Инна. Итак, урок номер 5 основного неделания. Практика концентрации, видения, сновидения. Практика путешествия, обучение, связи. Основы неделания. Садхуру, как уже я говорила ранее, вам это непростой человек, очень интересный человек, которого образовал ашрам, у которого есть направление йоги, очень активный в этой жизни. И вот его цитата. Если вы станете медитативным, то музыка естественным образом станет частью вашей жизни. Всесущая вибрация, всесущая – это звук. И вы видите перед собой фотографию садхуру, где он сосредоточен и слушает лук. Не делами, стать негидативными. Что это? Легко ли человеку сидеть неподвижно, ничего не делать? Нет, конечно, нет. Большинство из нас проживает жизнь совершенно определенную, совершая определенный набор действий. И прекращают их только, эти действия, тогда, когда тяжело заболели. В этот момент им кажется, что их не нет. Потому что всю свою жизнь они ассоциировали себя со своим действием. Но так ли это? Действительно ли мы есть действия? Наше сердцебиение – это то же действие, мы дышим – это то же действие. И так далее происходит химические реакции. Но мы не замечаем этого. Почему? Не делами это выйти за рамки восприятия себя со своим действием. В этот момент мы начинаем ощущать, что действие совершается свободной энергией, не нас самим. Это состояние увеличивает ослотно, оно снимает лишнее напряжение и дает необходимую пыльность. Легкий, как перышко маат, как звук, как все рождается легко. Есть свободная энергия, протекает без дополнительного контроля. Также свободно и легко, как качается листья на ветру. Наши мысли, эмоции, переживания, волнения расщепляют нас. Мы вроде бы есть, а вроде бы и нет. Необходимо очистить свою. Найти в себе место, где мы сидим на камне. Откуда видно все? Свой центр. Из центра, в котором создается равновесие первичной вселенской энергии, и которая является нашим зерном. Можно заметить, что все совершается само, без усилий. Просто свободная энергия, направленная нашим намерением или вниманием. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, куда идет эта энергия. Что мы создаем, что приумножаем в себе. Как говорит русская пословица, что посеешь, то и пожмешь. Если это хорошая, качественная энергия, то она приумножает зерно Вселенной. Ее прекрасную геометрию в город. Вспомните снежинку и воду, которые говорили разные слова. То есть, без хорошей энергии нет хорошей геометрии. А получается такая жижа. Непонятно что. То есть, нет структуры. И наоборот, чем лучше структура, да, вы говорите прекрасные слова, «Я тебя люблю» или «Какая ты красивая» или так далее, то получаются необыкновенные формы геометрические. Если эта энергия нарушает закон приумножения, то мы сразу получаем сигнал в виде импульса, боли или неприятных событий. Не всегда сразу мы понимаем, из-за чего возникло нарушение. И поэтому часто убегаем от ответа, который всегда находится у нас самих. Формируем ли мы действия или занимаемся неделанием? Все это одна большая практика, ведущая к самоосознанию. Никто кроме нас не может обнаружить в камне равновесия. Никто кроме нас не может точно знать причину дискомфорта. Помните эту знаменитую фразу «Если делать одно и то же, то как можно получить другой результат». Поэтому неделание «неделание» означает, что мы перестали совершать действия и относиться безразлично к себе и миру. «Неделание» означает наблюдать за действиями. Как они сами совершаются? Более точный фокус внимания, повышенная осознанность, целостность и свободная энергия. То есть, по сути дела, вы продолжаете делать свои дела, но не с укорством и стремлением к цели, а со стороны наблюдателя. То есть, вы видите, как дела делаются сами за себе свободной энергией, тем самым создавая лишь наблюдателя, который творит, который замечает, как эти дела делаются и что-то, может быть, подправит. Но не тот, который гонит и стремится к тому, чтобы вот сюда-туда надо сделать, надо это туда-сюда. Практика. Итак, продолжаем с вами пятый рог школы энергозвука. Практика – это целенаправленное действие, позволяющее при прогружении в него обрести осознанное управление энергией. Без практики нет понимания, поэтому практика лежит в основе всех знаний. Каждая практика – это великое путешествие, которое совершает душа, мир вибраций. Каждая вибрация имеет свой дух и свое проявление, прикосновение, с которым есть раскрытие этого качества в себе, так как все есть я и все есть я. Практика концентрация. Суть практики – собрать фокус внимания как энергетического пучка, ощутив себя энергией. Для практики необходимо намерение выполнить практику, метод от противного, то есть противоположного. Ваше внимание так сильно сконцентрировано на внешнем проявлении мира, что мы перестаем ощущать себя. Мы все время смотрим вовне. Фокусируйте взгляд так, чтобы в каждом глазу отразился предмет. Если вы смотрите на дорогу, то их станет две. Если вы, если это картины или мандалы, их станет две. Можно идти с расфокусированным взглядом, а можно просто сидеть и созерцать мандалу. Поначалу, как всегда, будет ничего особенного не происходить, но ощущение расфокусированного взгляда заинтригует. После некоторых практик, а может и сразу, ваш фокус внимания создает ощущение другого пространства и энергии в центре управления. Внимание! В современном мире огромная нагрузка идет на глаза, поэтому так много людей одел очки, и они просто не справляются с такой нагрузкой. Расфокусированный взгляд поможет вам в этом, поможет найти необходимый фокус, который изначально складывается как энергия, постарайтесь во время практики ни о чем не думать, а только наблюдать и спокойно дышать. Практика видения. Суть практики. Наш первичный импульс, откуда рождается источник жизни и творения, способен видеть и создавать невероятные картины или эйдисы. Сейчас большинство людей видит глазами или занимается сосредоточением на третьем глазе, то есть в межреберных дубах. Однако наше сердце, а точнее сердечный центр, гораздо более восприимчив. Представьте, что у вас есть предъявка. Он находится в том месте, где расходятся ребра. Когда мы через него пропускаем энерго дыхание, мы ощущаем всю полноту преломлений и многообразия. И самый край одного из угла поднимается к третьему глазу, где все хорошо видно под одним углом преломлений. Так можно концентрировать свое внимание на одном угле преломлений, а можно осознать весь прилиап. Для практики. Начните творить с чистого листа, без инструкции, медленно давая рукам и сердце полную свободу. Вглядываясь в то, что получается, настройтесь на образ сердца. Это может быть новый рецепт, или картины, или вышивка. Все, что угодно. То, что не определено шаблоном, чей результат еще вам неизвестен. Это может быть новый путь или новое сообщение. Совершенно не важно, что вы сейчас творите. Главное, чтобы это было протекание из образа сердца. Внимание! Очень важно помнить, что все практики мы выполняем в медитативном состоянии. Отключите стереотипы, ворчание, оценочное суждение. Просто находитесь в видении, и пусть энергия сама протекает в радости. и осознание. И вы удивитесь, как перед вами открываются невероятные возможности вне шаблона восприятия. Откроются знания и опыт, доселе неведомые. Ощутите полную свободу, в то же время защищенность. А самое главное, научитесь творить образы из сердца. Майя и Дейтика. Очень-очень интересная мне практика видения. Чувствую, что лучше пройти ее с вами. Хорошо. Отличные новости. Посмотрим, что получится. Рада сейчас не спит. И для практики нужно с азов начинать. Самостоятельно гораздо лучше их проходить, так как осознанности гораздо больше рождаются. Начните говорить на тарабахском языке по 3-5 минут в день. Просто что идет. И для видения купите пальцы, ткань, нитки, иголку, и начните вышивать. Фокурсируйте состояние и фиксируйте состояние, когда топор возникает. Я не знаю, не могу, не умею. А как? Вышивайте на уровне сердца и говорите в этот момент образ. Сердце вышиваю, созерцаю, понимаю. Практика сновидения. Суть практики. Дух выращивает одежду для проявления в физическом теле, чтобы возникло самоосознание. То есть совершенно третье. Совершенно вечно, не имеющее время обрекается форму циклическую систему, впоследствии чего получает осознанность. Важно это понимать, в результате чего получается индивидуализация. Не так давно ученые доказали, что наш мозг воспринимает импульсы во сне так же, как и в бодрствовании. Что означает, что для нашего сознания одинаково возникновение опыта. Таким образом, осознанное становедение дает возможность получать опыт во сне. Это могут быть осознанные практики, преодоление стандартов мышления, путешествия по другим реальницам, встречи с различными сущностями, проигрывание различных ситуаций, чтение книг, работа с энергией. Для практики перед сном заглядите в себе установку. Проснуться во сне. Проснитесь во сне и осознайте, что вы спите. Посмотрите, где вы, что происходит. Начните действовать осознанно. Соответственно, знание, что все есть сон. Если вы убегали, вам уже не нужно убегать. Если вы заперты, то во сне мы можем перенести себя в любое место. Если пели песню, то можно слушать эту песню и создавать ее осознанно, осознавая, что все возможно. Внимательно относитесь к сновидению. Сновидение больше, чем медитация. Стать осознанным в сновидении, это пробудить свое сознание. Опыт полученных сновидений так же бесценен, как и сама жизнь. Практика путешествий. Суть практики. Мы великие путешественники. Земля путешествует в космосе. Мы путешествуем на Земле и в космосе. Это огромное путешествие. Путешествие всегда волнительное. В нем проявляется наше существо. Умение собираться, выходить вовремя, находить решение. Вот чему учат нас путешествия. Для практики. Постройте машину. Совершательно для начала. Невольшие прогулки. Затем увеличим время. Сделал путешествие на 1-2 дня. И большие путешествия до 10-14 дней. Возможности превратим жизнь в путешествия. Внимание! Путешествия как вонток свежего воздуха. Они учат концентрации и расслаблению, адаптации и повышенной осознанности. Путешествия по Вселенной начинаем со своей. Практика обучения. Суть практики. Принесение что-то нового в свою жизнь. Если что-то новое будет входить в вашу жизнь, то будет расширение и обучение. Это не означает, что сегодня я попел, а завтра не буду. Это означает, что сегодня я попел, а завтра попробовал что-то новое принести. Для практики. Использовать каждую возможность для принесения в момент что-то нового. Сейчас часто можно услышать, что у меня на это нет времени. Стоит себе напомнить, что время есть всегда. И иногда именно такие паузы необходимо создавать, чтобы в жизнь вошло что-то новое. Внимание! По статистике, многие люди боятся нового. Для того, чтобы новое входило свободно и без стресса с радостью. Настройтесь на восприятие нового с радостью. Творите его сами и подмечайте вокруг. Пусть новое обновляет все ваши клеточки, ваше состояние, расширяет понимание наших пределов, делая наше осознание запредельным. Практика связи. Для практики. Суть практики. Все есть дух единый. Хорошие связи означают стирание границ между своей личностью и миром. И принятие мира как части себя. Соответственно, связи, которые заблокированы, делают нас неполноценными. Любая связь – это пройденная задача. Насколько мы воспринимали опыт, соединили его с собой, или он так и остался проблемой и вызывает короткое замыкание. К сожалению, человек накопишет за свою жизнь очень много таких проблемных связей. Это может быть и взаимоотношение с людьми и реакции на ситуацию. Для практики. Настройтесь на практику. Выберите спокойное, благоприятное место. Начните поглаживать связи в своем поле. Вспоминая при этом связь, как можно медленнее и конкретнее пройдемся по проблемным связям и настроим их на звучание. Внимание! Помните, все, что мы говорим о части мира, мы говорим о себе. Счастье, как бабочка. За ним не нужно гнаться. Оно само пролетит и тихо сядет тебе на плечо. Благодарю всех зрителей, слушателей. С уважением. Ирина Ирскович. Итак, вы сейчас прослушали пятый урок школы энергозвука основного курса. Если возникать какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне вконтакте, пишите мне на фейсбук, пишите на ютуб. Если хотите более углубленно ознакомиться со школой энергозвука, пожалуйста, я всегда рада. вам помочь это сделать. До новых чудесных встреч. А с вами была Ирина Искович. Всем пока-пока.